Рекламно-информационная программа. Бакланов, директор Кировского колледжа музыкального искусства имени Игоря Викентьевича Казенина. Добрый день. Добрый день. Добрый день. С весной вас, с таким хорошим, хорошей погодой, солнечной. С завершением очередного учебного года. Ну, уже завершается. Май все-таки. Я не говорил, что он завершился, но постепенно завершается. Да, но мы только готовимся к завершению. Да, ну, мы рассчитываем, что у нас такая будет добрая, теплая беседа. Давайте для начала в нескольких словах, что музыкальный колледж в настоящее время представляет, кого обучаете. Дрилевская, ой, Дрилевская, Спаская 15, да, например, адрес традиционный, да, бывшая Дрилевского. Давайте несколько вводных слов, а потом уже перейдем к тем мероприятиям, которые вы планируете в ближайшее время, куда можно пригласить наших слушателей. Спасибо. Да, на самом деле, Дрилевского 15, иногда мы тоже оговариваемся, потому что Спаская 15 звучит хорошо, но вся история многолетняя, она все же звучит. И я хочу сказать о том, что колледж существует много лет. У нас сегодня вопрос будет связан, наверное, с этим первый. Да, 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 много лет, я дату не говорю. Колледж существует много лет. За эти годы в нем присутствует, так сказать, существует 10 отделений, различных 10 отделений, 5 творческих коллективов. Так, жалко, что мы оперируем наглядностью здесь, да. Да, 5 творческих коллективов. Вот, разнообразные проекты и программы, фестивали, конкурсы, лауреаты, посольства, мастерство, профессорско-преподавательский состав стажируется. Колледж является базой для проведения мастер-классов и консультации профессорско-преподавательского состава ведущих музыкантов вузов страны. Вот так вот. То есть у нас здесь еще и центр. Да. Ну, вообще-то, конечно, наше училище всегда в России-то славилось. И выпускники училища, вот насколько я знаю из других городов, вот когда общался, что они как бы, ну, к ним отношение такое, что если выпускник Кировского музыкального училища, как его раньше называли, да, в училище, то это качественный музыкант, то есть как бы с ним уже можно работать. Поставщик кадров для высших учебных заведений, да? И не только. Музыкальных. Для оркестров Вятской областной филармонии, для ансамблей различных направлений, для детских музыкальных и детских школ искусств города и области. Что в ближайшее время? Какие интересные мероприятия мы можем отметить, подробнее о них рассказать? В ближайшее время, ну, вот, могу сказать, что мы меряем учебными годами, не календарными, вот, и, к сожалению... Образовательное учреждение, конечно, по-другому. Да, и, к сожалению, наш год уже заканчивается, как было сказано ранее, да, то есть в конце июня заканчивается вообще учебный год, но в мае еще будут несколько мероприятий. Вот, в частности, 24 мая наш смешанный хор и солисты колледжа в праздновании Дня славянской письменности и культуры будут уступать на театральной площади города. Ага, в рамках празднования, собственно, этой даты? Да, да, да. Традиционно, причем... А 25-й это какой у нас день? 24-й, это четверг. Четверг, да? Да, это четверг, то, по-моему, час 13.00 обозначено начало мероприятия, вот. И, пожалуй, все, потому что далее детям, студентам, я их иногда называю дети, да, традиционно, студентам надо будет готовиться к экзаменам и сессия, и... И вы их уже не отвлекаете такими? И мы стараемся не отвлекать. Публично, конечно, мероприятиями. Ну, будут еще выездные концерты небольших коллективов, вот. Это вот уже в рамках предыдущих договоренностей, и все, более нет. Ну, давайте уж... А вот концертный зал у вас прекрасный совершенно, он как-то задействован будет? Концертный зал у нас... Мы с сынишкой туда любим, надо ходить. Да, но он ведь камерный, он такой, знаете, для... Больше подходит для академической музыки, потому что были такие у нас... Так я как раз про академическую музыку и говорю, прекрасно же. Были и с успехом проходят еще джазовые концерты в этом зале, потому что у нас ведь очень хороший рояль, там, да, Бекштейн, на 75-летие колледжа подаренный. Вот, и этот рояль, конечно, очень понравился нашему известному музыканту, знаете, наверное, о ком я говорю сейчас, я назову Дмитрия Лукьянов. Конечно, мы неоднократно разыгрываем пригласительные, в том числе, да. Тем более, наш, наш, наш ведь, глядский. Да, 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 наш выпускник, далее он окончил Российскую академию музыки имени Гнесина, но тем не менее, вот недавно выступая на концерте вместе с аргентинским барабанщиком и певицей из Санкт-Петербурга Аллой Туровской, он очень в большом восторге был от нашего рояля. Но это вот, что касается рояля, да, а что касается самой площадки, то есть там мы проводим академические в основном концерты, конечно, да, хоровые, оркестровые концерты. И потом у нас же все отделения, все вот 10 отделений, они проводят отчетные концерты в течение буквально марта-апреля это проходит. То есть у нас... Ну, это обязательная штука для музыкантов. Очень приличные, очень неплохие концерты высокого, достаточно высокого уровня. Соответственно, они вот уже позади как раз. Да, они... В названные месяцы. Да, они, к сожалению, позади. Вот последний концерт состоялся 3 мая отделения вокального искусства. Что исполняли? Привело. Классику, соответственно? Конечно, да, академическую классику. Ну, оперные сцены, оперные арии, ну и романсы, естественно. Лето, оно будет свободно? Лето для студентов свободно, конечно. А в камерном зале тоже будет? Тоже. Камерный зал будет на профилактике. На профилактике. Да. С абитуентами проблем нет? Это вопрос непростой. Ну, можем поговорить. Время ездить. Время ездить. Так, интересный вопрос. Надеюсь, что не будет. Мы ведем работу в рамках организации подготовки к новому набору. Ведем, конечно, работу в течение учебного года. Педагоги и студенты в различных составах выезжают в близлежащие районы. И обязательно в марте у нас проходит День открытых дверей. И, как правило, он всегда совмещен с каким-то еще мероприятием. С фестивалем, с конкурсом. Последний раз он был совмещен, День открытых дверей был совмещен с очередным фестивалем, посвященным творчеству нашего великого Федора Ивановича Шаляпина. То есть, это был конкурс, фестиваль вокалистов. Он был проведен очень успешно. Были из других регионов. Были. Это не международные. Это межрегиональные. Были из других регионов вокалисты. Были из Удмуртии традиционно, из Сыктывкара, из соседних регионов приезжают к нам вокалисты. Председателем этого фестиваля-конкурса традиционно мы приглашаем опытного ведущего в стране вокалиста. Нынче это был Роман Шулаков, наш бывший выпускник. Чему бывший выпускник? Просто выпускник. Да, классового Валентина Васильевича Герасимова, известного на рядке. Вокалиста, певца Роман Шулаков окончил в свое время Российскую Академию имени Гнесиных. Аспирантуру Академии. То есть, он работал преподавателем. Солист Большого театра он ныне. И приглашенный солист многих театров мира. Ну вот еще один пример, когда наши вятские хватские, как говорил Шаляпин, как писал, вернее, вятский мужичонка. Ну да. Мы же когда вот здесь вспомнили, когда говорили с программой филармонической, мы же говорили, когда вот у них это привлекает наших выпускников обратно. Да, да, да. Там список-то огромный. То есть, они еще выбирают кого в этом году. То есть, выбор большой. Людей, которые вышли из вятки и очень в хороших коллективах работают. Абитуриенты, вы сказали, вопрос сложный. А в чем сложность заключается? Ну, сложный, наверное, в том, что, знаете, в силу разных обстоятельств, в силу того, что в нашей стране исчезла так называемый институт работы по распределению, да. В областных, муниципальных образованиях, вот в районных, точнее, муниципальных образованиях, проблема, появилась проблема с кадрами. Оттуда проблема с выпускниками и выпускниками. Мы имеем в виду музыкальные школы. Да, я имею в виду детские музыкальные школы, школы искусств, конечно. И вот эта проблема, она потихонечку, волна эта идет и к областному центру. И не потихонечку даже мы ее уже чувствуем, потому что из областных детских школ искусств и музыкальных школ все меньше едет ребят-абитуриентов. Потому что их все меньше становится, на самом деле. Я вот, насколько знаю, ко мне обращаются директора детских школ искусств иногда с криком о помощи. Просто дайте нам такого-то, там, баяниста, дайте нам дирижера-хоровика, вот. Но так как распределения нет, государство не может его принудить туда поехать, либо директор колледжа не может. А целевики есть в этой сфере? Когда из города районного направляется? Вот как, вот как врачей готовят, да? Да, товарища потом он возвращается, или девушка. Да, целевики тоже не хотят. Но они есть? Нет, нет, не хотят, не хотят связываться, да. Надо ведь потом возвращаться обратно. А родители не хотят, видимо, чтобы дети возвращались, потому что условия не очень. А много ли вообще из районов области обучается? Обучаются? Ну, обучаются, конечно, из города, ну, где-то примерно 60 на 40 процентов, вот так. 60 кировщане? Город 60, да, город и регионы другие. Не много из регионов, но бывают абитуриенты. И 40 процентов где-то в области. Из области. А тут такой замкнутый круг получается, то есть, каждым годом все меньше. Из-за этого поступает меньше, соответственно, вы меньше готовите людей и некого уже посылать в районы. Да, но мы стараемся, мы проводим эту работу по организации наборов, все же мы ездим, едут преподаватели наши в близлежащие города Слободской, Кировщепец, где вот традиционно сильные школы музыкальные, да, школы искусств. А там как прослушивание устраивается или просто приглашают на какие-то отчетные концерты, где уже видно? Там, как правило, знаете, проводится это в рамках какого-нибудь местного конкурса. И наш преподаватель, он сидит в жюри, как правило, председателем, да, он ведет просмотр и потом занимается с теми детьми, кто хочет позаниматься, кто, так сказать, планирует, да, движение в музыку дальше. Вот он договорился, они уже просто проводят, бывает, что человек едет на один день, а два-три дня там находится, занимается с детьми, по семь, по восемь уроков в день. Вот последний был такой, такая была последняя поездка нашего преподавателя в город Вятские Поляны. Там традиционно сильные две школы, да, школа духовых и ударных инструментов, но там не только духовые и ударные, там и класс фортепиано сильный очень, и хореографы очень сильные. И школа, та, которая существует очень дной, в которой я когда-то начинал свою трудовую деятельность, это детская школа искусств на сегодняшний день, в город Вятских Полянов. Про земляков хочется спросить, уржумские на каком счету у вас? Вот, кстати, когда я говорил, что ко мне с криком о помощи, то вот ко мне приезжал директор детской школы искусств города Уржум. Я, ну, будучи она здесь в командировке, она лично, до этого мы по телефону с ней, я ей не отказываю, и я так и сказал, я вам не отказываю, я вот чем смогу, я вам помогу, все же, все же я надеюсь, что мне удастся уговорить. Едут уржумские, у нас нынче перейдет на четвертый курс очень талантливый баянист, студент Андрей Зязин, его зовут. Но тоже знаю, что Андрей планирует поступать в консерваторию, а вот вернется ли он после Нижегородской, допустим, консерватории в Уржум, это вопрос очень большой. Напомните сразу, раз уж мы говорим о ребятах, которые учатся, какой базой должен обладать абитуриент Кировского колледжа музыкального искусства? Ну, у нас ведь существуют определенные планы, программы, учебные планы и программы, которые они должны выполнить. То есть, в течение, ну, если говорить об исполнителях, инструменталистах, то в течение учебного года он должен сыграть два академических концерта осенью и весной, зимой должен сыграть полугодовой экзамен, зачет по специальности, и летом он должен сыграть годовой, переводной, так сказать. И это четыре программы абсолютно разных, то есть это достаточно серьезный, серьезный там объем работы. Ну, я думаю, Володь, ты хотел узнать именно какие-то требования к абитуриентам, наверное. Ну, скорее, да, более какие-то практичные вещи. Кто может поступить? После скольких классов, что нужно сдавать, музыкальный школа. Я вот не закончил музыкальную школу, у меня так получилось, что я не закончил, но в училище я поступил. Нужна за плечами музыкальная школа все-таки перед поступлением в колледж? Ну, если быть до конца откровенным, то мы берем, конечно, одаренных ребят, мы берем и без музыкальной подготовки, но для этого они должны пройти приемные экзамены все равно. Они должны, мы проверяем у них слух музыкальный, музыкальную память, музыкальные способности, все, какие есть. Они, как правило, даются человеку в полном объеме. От рождения. От рождения, да. Так, у нас время подошло небольшой паузы, близится начало розыгрыша призов. Александр Бакланов, директор Кировского колледжа музыкального искусства имени Игоря Казинина у нас в студии. Мы вернемся и продолжим через полминуты. Культ поход. В перерыве вспоминаем былое, да? Ну да. Николай тоже имеет непосредственное отношение к Кировскому музыкальному училищу. Я все-таки учился там немного, да. Скоро будет первый вопрос от нашего гостя Александра Бакланова, директора Кировского колледжа музыкального искусства. Ну, а мы сейчас, Александр Геннадьевич, должны вопросы озвучить. Мы сначала должны призы озвучить. Призы, да. За что биться будут наши слушатели. Давайте, поехали. Драматический театр, 17 мая, в 6 часов вечера, премьера, семейка Крауза, народная комедия в двух действиях в 16+. А 16 июня, это было 17 мая, а 16 июня в 17.00, в 18.25 запрещенный роман, приключенческая романтическая история в двух действиях 12+. Любителям театра «Наспаской» тоже есть сегодня чем поживиться. 18 мая, 11.00, «Аленький цветочек», то есть для самых маленьких, нет, не для самых, 6 плюс ограничения. 6 плюс, да. Для людей, для детей школьного практически уже возраста. В нашем арт-клубе в кинотеатре «Колизей» во вторник, 15 мая, будет показ документального фильма о немецком художнике, создателе пост... Ой, пост чего, уже забыл. Ну, короче, современный художник. Очень любопытный художник, да. Йозеф Бойс его зовут. Я просто скажу, я сегодня почитал про него там, но на самом деле это просто из интереса стоит посмотреть, потому что мужик был чрезвычайно изобретательный, биография у него очень интересная. Он служил же в годы войны в немецкой армии, был летчиком, был сбит над Крымом, и крымское население его, собственно говоря, выходило, вылечило, и он чудесным образом выжил и спасся. Вот такой вот сегодня фильм. Не сегодня, 15-го числа, 19-го, да. 19.00, 16 плюс ограничения. Да, но я в нескольких словах напомню все-таки на нашем совместном проекте с кинотеатром «Колизей» арт-зал. Это уютный зальчик. 21.00, это зал номер 5 кинотеатра «Колизей», где мы два раза в месяц собираемся на показы необычного, интеллектуального, авторского, документального кино, собираемся, размышляем. Если вы хотите тоже к нам присоединиться, то, пожалуйста, группа «Фейсбуки» есть, вы можете ее найти и посмотреть, что там происходит. Там мы отзывы публикуем о просмотренных фильмах. В общем, такая интересная творческая жизнь. И сегодня одно место у нас есть на этот показ. Галерея «Прогресса», билет на выставку, коллекция современного искусства «Галереи «Прогресса», лучшая за 8 лет, ограничение 6+. Прекрасные сувениры у нас в розыгрыше от «Галереи «Прогресса», кружка и магнит с рисунками Татьяны Дедовой. Дальше книги у нас. Книги от магазина «Читай город». Магазины расположены по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. Большое спасибо за предоставленное издание. Софья Богдасарова «Омерзительное искусство», юмор и хоррор в шедеврах живописи. Прекрасная совершенно книга. Я полистал, изумился. Здесь, кстати, очень много античной живописи. Вот именно хоррор в античной живописи. Это вообще здорово. Александра Николаенко «Убить Бабрыкина». Название такое, да? «История одного убийства». Противоречивый странный роман о слабоумном Саше Шишине. Его мечте уехать с возлюбленной Таней, убив ее мужа ненавистного Бабрыкина. 16+, на международной книге. Лауреат русского букера за 17-й год. Это, видимо, тоже хоррор. Да, это, видимо, такой, да. Ренат Валиулин. Все еще есть у нас эта книжка. Мы с удовольствием вам ее подарим. Если вы правильно ответите, выберите. Ренат Валиулин. «Состояние Питер. Любовь. Питерские достопримечательности» и так далее и тому подобное. 16+. 16+. И Уильям Дерезовиц. Уроки Джейн Остин. «Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым». Искренняя, остроумная, глубокая, обаятельная книга о встрече современного 26-летнего аспиранта. Джейн Остин, умерший за 200 лет. До встречи. Так, возвращаемся к музыке, если у нас сегодня музыкальная тема. В культпоходе завтра, 12 мая, будет потрясающий концерт, не менее потрясающая певица Марины Машкиной. Это будет она воспать в сопровождении пианиста Сергея Быданцева. Да, Марина руководитель эстрадного ансамбля «Дивертисмент». Много лет солировала «Довальтанга». Начало в 20.00. 18+, это все в книжном клубе «12». И у нас есть прекрасный, совершенно уникальный приз от Вятского художественного музея имени Воснецов. Это набор открыток с коллекцией нашего музея. Действительно уникальный, действительно неповторимый, потому что выпущено это все в ограниченном экземпляре. И купить и достать нигде нельзя. Спасибо большое директору музея, Вятского художественного Анне Владимировной Шакиной, за то, что нам выделила немножко этих призов. И мы имеем такую честь разыграть в прямом эфире. Уже, к сожалению, последний комплект, который у нас есть. Последний, да. Итак, переходим уже к розыгрышу наших призов, после чего продолжим наш разговор о Кировском колледже музыкального искусства имени Казенина. И руководитель учебного заведения Александр Покланов, пожалуйста, вам задайте первый вопрос. Мы уже там намекали, с чем он будет связан. Да, мой вопрос такой. Мой вопрос такой. Сколько лет исполнилось Кировскому колледжу музыкального искусства имени Игоря Евгеньевича Казенина в ноябре 2017 года? Ну, круглая дата была, да? Круглая, да, юбилейная круглая дата. 211-101. А как, кстати, первоначальное учебное заведение называлось? А, музыкальный техникум. Музыкальный техникум? Музыкальный техникум, вообще странное звучание такое. Музыкальный техникум. Потом было музыкальное училище, потом было училище искусств, потому что открылись там отделения театралы, открывали один курс, делали набор для Кировского драмтеатра, по-моему, театралы и художники. И художники потом для них создали художественное училище имени Рылова, а театралов, к сожалению, курс выпустили и закрыли на этом отделении. Ну так было. Не пошел он, к сожалению. Название училище искусства, оно такое запомнилось почему-то. Да, училище искусства. До сих пор некоторые коллеги и некоторые наши гости говорят училище искусства. Училище искусства по старинке. И улицу тоже. Дрелевского называют по старинке. Алло, добрый день. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Наталья. Да, Наталья. Итак, ноябрь 2017 года. Ну, в смысле, 2017. Прозвучала цифра 75, но я думаю, что, наверное, 80. Ну. Александр Геннадьевич, 80 лет. Он нам так показывает. Да, я показываю. У меня буклетики, на нем написана цифра 80 лет. Вы правы. 80 лет. Наталья, вы какое-нибудь отношение к музыке имеете? Нет. Нет. А хотели когда-нибудь? Нет. Просто Наталья очень внимательный слушатель. Спасибо вам. Пожалуйста, выбирайте приз из озвученного списка нами. А можно книжку про Питер? Про состояние Питера. Ренат Ваюлин. Конечно. Состояние тире Питер. Вот такое точное название. 16+. Пожалуйста, да. Это книжка ваша. Не кладите трубку. До рекламы еще один вопрос задаем. Николай Голиков. Ну, у меня всегда вопросы музыкальные, да, только не академические. Я как-то больше люблю рок-н-ролл. Сегодня будет группа, которой уже 25 лет, скоро исполнится. Что значит уже? Это не возраст. Ну, не 50. Я к тому говорю, что я чаще всего в 60-е годы ухожу. Это скорее нулевые. Группа называется Stereofonics. Очень нормальная хулиганская британская группа. И сейчас мы послушаем фрагмент. Потом я задам вопрос. Ну, как все англичане, эти парни помешаны не только на музыке, но и на футболе. Вот такая интересная история. Есть такой футболист очень известный, Уэйн Руни. Один из самых богатых футболистов Англии. И он с ними просто дружит. Вот понимаешь, футболист дружит с музыкантами. Они по дружбе говорят, давай-ка парень, мы у тебя на свадьбе сыграем. Они сыграли на свадьбе. Сыграли бесплатно. Но в обмен сказали, ты прорекламируешь наш новый альбом. Альбом назывался Just Enough Education to Perform. То есть достаточно образован, чтобы выступать, да. Ну, примерно, мне хватает образования, чтобы выступать, да. Вопрос такой, как же он эту рекламу сделал? Три варианта ответа. Он сделал себе татуировку с названием этого альбома. Он это название написал себе на футболке? Или он сделал это название девизом на своем интернет-сайте? Крупно так. И прорекламировал тем самым? Да, то есть как Уэйн Руни прорекламирует своих друзей из рок-группы? Это было в начале, ну, в нулевых годах. В 2003-м. А, 15 лет назад. Ну да. Слушай, есть желающие уже ответить, оказывается. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Так что же Уэйн Руни сделал? Татуировка. Абсолютно правильный ответ. Вот это дружба, да? А какой части тела, простите? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Знаю, что сделал татуировку, но студия закрытая какая-то часть тела, потому что на руках этого точно нет. Прекрасный, правильный ответ. Что бы вы хотели получить? Багдасарова. Еще раз? Багдасарова. Омерзительное искусство. Ну, Омерзительное искусство. Прекрасная, красивейшая книга, да. 18+. Все, эта книга ваша. Не клади трубочку. Вам объяснят, как вы ее получите. Болок. Перерыв? Не-не-не, делаем небольшой перерыв, да. Подоспело время рекламы. Надо же деньги зарабатывать, да? Говоря простым языком, реклама. Культ поход. Будни и творчество Кировского колледжа музыкального искусства имени Казинина. Сегодня у нас основная тема культ похода. У нас в студии Александр Бакланов, руководитель этого ручебного заведения. Мы продолжаем задавать вам, слушателей, вопросы. Точнее, скажем так, Владимир, вы продолжаете задавать вопросы. Обычно у нас поводом для вопросов какие-то дни рождения музыкантов, памятные даты, да. А я сегодня про день памяти хочу сказать. Вот сегодня день памяти по очень известному музыканту. Вы уж простите заранее, что я самый распространенный музыкальный пример сегодня выбрал. Сейчас прозвучит этот отрывочек. Ваша задача озвучить имя этого музыканта. Ушел он из жизни в 36-летнем возрасте. Вот ужас меня охватывает на этой цифре, потому что мне 36. Ну, давайте послушаем. Повторюсь, назовите, кто это. День памяти. 11 мая. Ну, все понятно уже, да? Отец семи сыновей и четырех дочерей, только по официальным данным. И, кстати, приставка сэра у него тоже присутствует, да. Принимаю уже звонок. Добрый день, алло. Здравствуйте. Имя, сестра, имя. Меня зовут Светлана. Да, отвечайте. Мне кажется, это Боб Марли. А мне кажется, это он есть. Сэр Роберт Неста Марли ушел из жизни 11 мая 81-го года. Да, повод вспомнить замечательного человека. Что выбираете, скажите, пожалуйста? Открытки остались? Открытки? Конечно. Открытки мы имеем в виду Вятский художественный музей. Да, конечно. Шедевры живописи 19-го, начала 20-го веков из собрания Вятского художественного музея в Невоснецовых. Прекрасный набор открыток. Вам несказанно повезло. Реально. Я на него, конечно, тоже глаз положил, но мне он не достал. Количество жителей города, у которых в распоряжении есть данный набор. Или будет. Или будет он минимальный. Вам повезло. Спасибо. Спасибо. Не кладите, пожалуйста, тропку. Пообщайтесь с нашим редактором. Так, мне хочется еще спросить про 75-летие. Вы сказали, да, был подарен рояль. Я трепетно, да и как Николай, к музыкальным инструментам относимся. Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот инструмент. Откуда? Да. Подробнее, да. И, конечно, я могу сказать, что этот инструмент в течение многих лет пытался, значит, ну, такое слово, может быть, не очень подходит, выпросить у представителей нашего правительства. Руководства. Да, да, предыдущий руководитель колледжа, Боев Владимир Григорьевич, вот ему удалось все же найти взаимопонимание. А где он был до этого, этот инструмент? Это новый инструмент. А, новый? А, новый инструмент. И он на тот момент... Такие вещи серийные или на заказ только изготавливаются? Ну, насколько я знаю, они изготавливаются, пусть не на заказ, но штучно. Это малосерийное производство. Малосерийное производство. 5 миллионов рублей на тот момент этот инструмент стоил и вручался... 5 лет назад, соответственно, с половиной, да? Да, и вручался он прямо на сцене, то есть не инструмент, конечно, а документ, вот паспорт этого инструмента, так символически все это происходило. На сцене Вятской областной филармонии во время торжественного вечера, посвященного 75-летию колледжа, вручался министром культуры России, Российской Федерации. То есть это все было очень серьезно и очень волнительно, потому что многие годы мы ждали подобные инструменты. Правда, вначале обещали Стейнвей, но Бэкштейн это тоже очень неплохо. Это хороший инструмент. Стейнвей немножко повыше класса, может считается, или что? У них несколько разное, для специалистов у них несколько разное ощущение от их восприятия, от звучания этого инструмента, вот скажем так. Стейнвей просто, мне кажется, чуть более раскрученная марка. Да, Стейнвей, наверное, да. Там еще в цену, как это обычно делается, бренд закладывается, бренд работает на себя. Ну, тоже неплохо. Так, и простым грешным обучающимся в колледже дозволено сесть за столь великолепный инструмент. Да, дозволено на экзамене. Ну, когда первый раз, я так представляю, музыкант садится за такую вещь, наверное, охватывает волнение большое. Да, я думаю, волнительное, конечно. Давайте продолжать играть, и в конце мы, я думаю, посвятим минутку еще тем, кто, возможно, заинтересуется обучением в колледже, какие-то еще озвучим основные условия. Пожалуйста, второй вопрос от вас. Тоже на внимательность. Да, у меня есть еще один вопрос, и он тоже на внимательность. Вопрос звучит так. Сколько отделений существует в Кировском колледже музыкального искусства, я уже называл, на которых обучаются почти 300 студентов? Да, звучало это. Звучала эта цифра. На внимательность. Ну, а мы давайте быстро пробежимся по тем призам, которые у нас есть. Есть драматический театр, 17 мая, премьера семьи Кокрауза, 16+, и 16 июня, запрещенный роман 12+. Театр Иноспаска, 18 мая, в 11.00, аленький цветочек, 6+. Так, галерея Прогресса, да? Выставка коллекции современного искусства галереи Прогресса. Это такой подыток работы за 8 лет учреждения. И сувениры у нас еще есть. Вот держу в руках кружку от галереи. Здесь нанесен рисунок, один из рисунков Татьяны Дедовой. Вот здесь изображена вятка Александра Невских собор, простите. Это филармония современная. И магнит тоже с рисунками Татьяны Дедовой. У нас еще осталось две книги. Уроки Джейн Остин и Убить Бабрыкина. Вот слушай, Убить Бабрыкина, как-то бы тоже название понравилось. Убить Бабрыкина. Да, и картинки красивые. И у нас еще что осталось? У нас осталось еще Книжный клуб 12. Там у нас выступать будет завтра, 12 мая. Марина Машкина в сопровождении пианиста Сергея Быданцева. Выпускайся колледжа, кстати. Ого! Безусловно, все лучшее вышло из нашего колледжа. Как бы мы об этом уже говорили. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день, Светлана. Да, пожалуйста, отвечайте. Сколько направлений в колледже? 10 отделений. 10 отделений. Светлана, а вы там учились? Нет, я вас сегодня внимательно слушала. Вот это здорово. Александр Геннадьевич, давайте перечислим. Да, вот молодцы какие. Назовем поименно. Светлана, побудьте с нами еще немножко. Отделение дирижера хора, отделение духовых и ударных инструментов, отделение струносмычковых инструментов, отделение эстрадной инструменталисты, инструменты эстрадного оркестра, оно теперь называется. Отделение вокального искусства, отделение инструментов народного оркестра, отделение эстрадной пении, отделение вокального искусства, теоретики, теория музыки, отделение. Но теоретикам-то тоже... Вы говорили, фортепианное пропустили. Да, специальное фортепиано. Отделение специальное фортепиано и общий курс фортепиано. Вот. Светлана, выбирайте приз. Который 12+, спектакль 12+, запрещенный роман Да 16 июня Уточняем он будет Месяц небольшим еще остается Не кларите трубку, пожалуйста, пообщайтесь с редактором Николай Голиков, вопрос? А у меня, как всегда, я еще попрошу включить фрагмент Стереофоникс, конечно, сегодня они звучат Пожалуйста Вот в начале кроссфрагмента звучал голос не солиста группы Стереофоникс А тоже сэров, сколь им про сэров заговорили Эту песенку старинную, 66-го года выпуска Она много раз перепевалась разными людьми Вот они выпустили в начале тоже этого столетия И с ними вместе спел некто сэр Томас Вудвард Более известный нам под другим именем Я вот и предлагаю вам выбрать, как же мы знаем Мы его знаем, как Тома Сойера Мы его знаем, как Тома Джонс Или мы его знаем, как Тома Круза Вот кто из них пел вместе с группой Стереофоникс И даже слышно было его голосок Звонки на этом фрагменте По тембру-то прям я там что-то знакомое Безусловно, в Советском Союзе его очень активно издавали Его знали очень Да, ну все, я нашел правильный ответ Еще что, не найти-то Определился, интернет работает Можно было без интернета догадаться, между прочим Добрый день Здравствуйте О, знакомый голос, здравствуйте Светлана Ерненкова, наша Светлана Круза Давайте я поугадываю Тома Круз Так, ну первый вопрос, как всегда Первый неправильный ответ мимо Остался Том Сойер А второй вариант какой у вас был? У нас остались Том Сойер и Том Джонс Вот второй вариант я выбираю Том Джонс Ну вам повезло Сейкс, бомб, ёлб, манка У него огромное, конечно, число песен прекрасных Тома Джонса Ему 78, по-моему, уже лет Он по-прежнему уступает Что выбираете? Книга «Убийц» Бабрыкина Ну вот, так нечестно Ну ладно, я хотел ее забрать Все, забирайте, общайтесь с нашим редактором Книга ваша Сейчас попрошу запустить еще один музыкальный фрагмент Ну, наверное, больше к поп-музыке это относится Хотя там, конечно, вкусные гитары очень Риффы такие Пожалуйста Дозвонитесь быстро, 211-101 Назовите, что же это за музыкальный коллектив Шведский, естественно У нас много чего из Швеции Вот такого популярного Почему я выбрал эту композицию Именно этот Ну, дуэт уж скажу Да, он дуэтом считается Потому что именно сегодня 11 мая 91-го года То есть 27 лет назад Эта песня вышла на вершину Американского хит-парада Номер один в Соединенных Штатах Есть у нас желающие ответить? Алло Алло Алло, добрый день, как вас зовут? Ольга 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 Как их зовут? Ваш ответ Я не слышала вопроса, к сожалению Постарите, пожалуйста Название того, что вы сейчас слышали Исполнитель Расслед Конечно, Расслед Да Мари Фредриксон и Ой, как же Пер Пер Гесли Да, Пер Гесли Мари Фредриксон Вот, собственно, им уже по 60, кстати Да ничего, это никого не смущает Я думаю, помоложе Не-не-не, по 60 Мари, по-моему, 58-го года рождения Очень правильно ответили Что получаете? Да, что хотите получить? А что осталось? В кинотеатр пойдете? Ой, в театр, в обычный Драмтеатр есть Театр на Спасской есть Детский спектакль Давайте театр на Спасской А Оленький цветочек там Есть у вас малюски? Да Да, хорошо, все, отлично Прекрасно Да, 18 ма, 11.00, Оленький цветочек 6 плюс Забирайте Итак, последняя минута Даже полминуты Александр Генеевич Давайте сейчас сориентируем людей Которые все-таки музыкальные инститюты выберут Приходите в музыкальный колледж Да, приходите 15 июня начинаются консультации Начинается прием документов 6 июля первый экзамен Экзамен по специальности За ним сольфеджио Для теоретиков еще фортепиано Кто планирует поступать на отделение теории музыки Теоретика фортепиано, мне, конечно, сложно представить Ну ладно Да не, но фортепиано им занимаются все Общее фоно есть у всех Да, у нас на фортепиано занимаются все Просто у них расширенный курс Более глубокие Более глубокие Так, ежегодно сколько вы готовы принять? Ежегодно мы принимаем 70 абитуриентов На все отделения 70 абитуриентов Так что имейте в виду неравнодушные к музыке И уже умеющие, собственно, владеющие какими-то инструментами В том числе своим голосом Спасибо за этот экскурс Александр Бакланов Директор Кировского колледжа музыкального искусства Еще раз поздравляем всех слушателей Которые сегодня поучаствовали в розыгрыше И завоевали что-то На этом культпоход завершен Я не прощаюсь До встречи в программе «Союз нерушимый» через 20 минут А я приду в понедельник В мужской понедельник До свидания, всего доброго